Музыка Снимается фильм про очень известного советского футболиста, российского, про Фёдора Черенкова. И один из эпизодов его юношества снимается у нас в Костюковке. Стадион всегда был такой антуражный, времен советских. А сейчас, когда приехали съемочные уже группы и все постановщики, когда его привили в порядок и реконструкцию сделали в тех времен, вообще смотрится класс. На нас вышли съемочная группа, режиссеры, о том, что не могли бы мы предоставить наши юношеские команды, ребят для постановки вот этих сцен, где Фёдор Черенков играл в своё время молодости. И, естественно, мы откликнулись, потому что для ребят это хороший опыт и такой забавный, интересный эмоции. Вроде футбольный, но и в тот же момент и не футбольный. Наш 2600-2700 год рождения участвует в съемках. На поле будут ставиться сцены с участием всех наших ребят. И ребята на замене, которые тоже попадают в кадр и в реконструкцию делают того матча, который они играли с Дюшор и ФШМ. Там Дюшор-Спартак и ФШМ. С ними работали специалисты из Москвы, тренер, который ставит все эти постановочные сцены. И с ними работал Бородюк Национальный Генрихович. Это очень известный футболист и тренер, олимпийский чемпион. Все вот эти эпизоды, моменты касаемо тех времен, это ставилось ими. И это смотрелось безумно классно. Всем огромный респект и благодарность именно за такое гостеприимство. Проект, это естественно очень большой проект. Это посвященный великому легендарному человеку Федору Черенкову, который не только был выдающимся футболистом, но и прекрасным человеком. Поэтому хотели бы снять именно то поколение ребят, которые добивались огромных успехов. И естественно хотим, может быть, для молодежи показать, какие были раньше выдающиеся футболисты. В то время я играл, конечно, в московском «Динамо Федору Спартаке». Но мы пересекались в национальной сборной. Но еще раз говорю, это и по человеческим качествам, и по футбольным. Это действительно был, наверное, один из лучших футболистов своего поколения. Вся съемочная группа во главе с главным режиссером воспроизведут то время, поколение, еще раз повторяю, выдающихся футболистов. Надеюсь на хороший такой проект. И, на мой взгляд, многим зрителям этот фильм в обязательном порядке должен понравиться. Мы предоставили расширенный список ребят. Кастинг-группа отобрала, согласно модельным характеристикам, ребят. И начали с тренировки. Сначала были 5 тренировочных сессий, которые ставились определенные комбинации и схемы, те, которые будут сниматься в кино. Ребята ежедневно с 8 по сегодняшний день в двухразовом режиме отрабатывали на поле, отрабатывали те вещи, которые должны попасть в кадр. И с сегодняшнего дня начинаются съемки. Мы общались с ребятами. Ребята все замечательные. Пожелаю ребятам добиться очень хороших успехов в футболе. Пожелаю тем, чтобы они играли и добились успехов, и проявили себя не только в футбольном клубе «Гомель», но и в национальной сборной Белоруссии. Поэтому здесь огромное значение имеют, как я уже много раз говорил, детские тренеры, которые вкладывают всю душу и свое мастерство тренерское для того, чтобы воспитать вот такое поколение. Желаю и футбольному клубу «Гомель», и юношам, чтобы они добились хороших успехов. Однозначно их не остановить, глаза горят, они сюда бегут, им нравится, потому что это что-то новое, что-то неповседневное. И поработать даже с такими тренером, которых я называл, для них это супер мотивация. И я думаю, когда закончится этот проект съемки в «Гомеле», они будут скучать. Если есть мальчишки талантливые, нужно их развивать. Но без трудолюбия, даже, может быть, я на первый план поставил бы трудолюбие. Второе, наверное, это действительно, это очень многое зависит от детских тренеров, которые научат всем футбольным азам и дадут, может быть, большую путевку в большой футбол. Ну, а третье, наверное, знаете, в свое время великий наш футболист Лев Иванович Яшин, он все время говорил, ребята, любите футбол. Не себя в футболе, а футбол. И надеюсь, тогда у ваших мальчишек все получится. Спасибо. Спасибо.